Дмитро Шиланый представляет 1 октября 2015 в Германии вспыхнул бунт правых. Бунтовщиков поддержала значительная часть населения страны, возглавил их национал-демократ Франк Франц. 2 ноября сторонники Меркель потерпели поражение, и зародился новый немецкий рейх. Франк Франц начал восстановление страны от последствий бунта. В 2019 году Франц объявила притязаниров на иском на немецкие земли. 2 августа без единого выстрела были аннексированы Лихтенштейн и Люксембург. 12 октября жители Австрии поддержали идею второго аншлюса и присоединение к Германии, которое произошло в скором времени. 21 декабря прошел референдум о статусе Калининградской области. Жители высказались за вхождение в состав рейха. Так, в состав рейха вернулся Кёнигсберг. Территории, которые соединили бы эту провинцию с остальной Германией, принадлежали Польше. Ослабленная внутренними раздорами, Польша вернула рейху все исконные немецкие территории. 28 февраля 2020-го. Бунт в Швеции был поддержан рейхом, и после победы националистов там было установлено марионеточное правительство. Затем Германия провела три короткие победоносные войны, подчинив Богемию и Моравию, а также Швейцарию. Победившие в соседних странах националисты присягнули на верность немецкому фюреру. Так образовалась вторая ось. 24 апреля 2021 года рейх объявил войну Франции. Началось противостояние второй оси и НАТО. Сбросив атомные бомбы на Париж и Лондон, немцы подорвали боевые дух натовцев и прошли победным маршем до самого Лиссабона всего за месяц. Затем их силы разделились. В то время как первая группа армии проводила операцию «Морской лев» против Британии, вторая отправилась вести боевые действия в Восточную Европу. 6 июля Британия капитулировала, и вся германская военная машина обрушилась на позиции НАТО в Восточной Европе. НАТОвцы продержались всего три месяца. Следующей целью второй оси стали США. Высадка передовой армии в Майами прошла успешно 6 декабря 2021 года. Через два дня немцы контролировали всю Флориду и провели некоторое время обороняя этот штат, ожидая подкреплений. 12 декабря Вашингтон и другие крупные города Восточного побережья подверглись атомной бомбардировке, ударив по духу американцев. С подходом подкреплений немцы смогли продавить и американские оборонительные рубежи, успешно продвигаясь на север и запад. 30 марта 2022 года пал последний крупный город, Сан-Франциско, и США капитулировали. Победив НАТО, Франк Франц доказал серьезность своих намерений по изменению миропорядка. Однако ему попытался помешать Евразийский Союз, возглавляемый Алексеем Навальным, героем русско-китайской войны. 6 апреля 2022 года они сбросили ядерную бомбу на Берлин, дабы подорвать не только немецкий боевой дух, но и дух его союзников. Однако надежды Навального не оправдались. Пока немецкие дивизии возвращались из Америки, объединенные польско-итальянские войска сумели нанести евразийцам ряд поражений. А когда немецкие дивизии прибыли на позиции, Евразийский Союз уже капитулировал, а Навальный сбежал в Китай. Но китайская армия все еще восстанавливалась от поражения и не смогла сопротивляться силам второй оси. Молниеносная атака немцев и бомбардировка Нанкина привели к гонконгскому миру, по которому Евразийский Союз распался, а Рейх стал единственной ведущей мировой державой. Затем Франк Франц и его сподвижники начали подчинение стран остального мира. Рейх вновь сблизился с Японией и в итоге последним оплотом демократии и толерантности в мире осталась Канада. Однако в 2036 году под канадской землей пробудились сосинации, чудеса нацистской геноинженерии, замороженные 100 лет назад. Они оккупировали Канаду всего за несколько часов и присягнули на верность Рейху. Таким образом, фюрер Франк Франц исполнил свою мечту, привнеся в этот мир новый мировой порядок. На этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. Спасибо!